Скоро 20 лет исполнится присутствию компании Шторц на российском рынке, но о изделиях и возможностях, которые открываются с использованием инструментов и аппаратуры компании Карл Шторц мы узнали гораздо раньше. Это, наверное, не будет преувеличением сказать, что где-то 83-85 года, когда мы впервые услышали о видеоэндоскопических вмешательствах, это был 88-й год. Потом на территории наших больниц, тогда еще 15-й больницы, сейчас это 31-я городская больница, мы использовали инструменты и понимали, что, наверное, наилучшие и наиболее удобные, наиболее такие энерго, как бы это сказать, подходящие, я бы сказал, устраивающие нас и доставляющие, я бы сказал, даже удовольствие в работе. Это были именно инструменты компании Карл Шторц. Хорошо фиксирующие ткани, хорошо создающие экспозиции, бережно относящиеся к окружающим структурам анатомическим. Все это было свойственно инструментам, и мы довольно быстро это почувствовали. Вы знаете, я частично уже сказал об этом, что мы, конечно, пользовались инструментами самых различных компаний, но очевидная такая склонность и, с одной стороны, удобство в использовании, с другой стороны, это относительная простота получения этих инструментов. Я имею в виду чисто такие организационные вопросы от момента, когда мы узнаем о наличии инструментов и до момента возможного использования в качестве ли апробации или, может быть, в качестве уже инструментов, закупленных нашими учреждениями. Это достаточно короткий, комфортный путь, и это, безусловно, повлияло. Это мы заметили и во время традиционной лапароскопической технологии, и когда внедрялась технология сверхтонких инструментов, и когда испытывали возможности однопортового доступа. Все это мы имели возможность сравнить с другими инструментами и аппаратами, и у нас всегда было очень хорошее впечатление от использования аппаратуры компании «Карл Шторц». Безусловно, и наш навык, мой персональный навык в различных областях – это и желчеводящие пути, это и пищеводно-желудочный переход, это и вмешательство на толстой кишке. Конечно, мы с большим удовлетворением и интересом относимся к новым возможностям. Вот сейчас предлагаемая оценка жизнеспособности тканей ICG, так называемая, все это вызывает очень большой интерес. Мы видим, что это полезное и, очевидно, так скажем, обещающее серьезное продвижение хирургии и неотложной, и плановой. Вы знаете, помощь от компании, она весьма ощутима. Помимо того, что мы имели возможность работать с самыми последними инструментами, инструментами последних поколений, дополнительные удобства, Затем все-таки очень полезными являлись и онлайн-демонстрации, и поездки в тренинг-центр, прекрасно организованные у нас в Москве. И я знаю, что и в других городах, в Санкт-Петербурге, по-моему, в Новосибирске, и на Дальнем Востоке есть целый ряд тренировочных обучающих центров, в которых и я лично с удовольствием поработал. И я могу сказать, что многое из того, что мы увидели, мы используем в учебном центре Российского университета государственного медицинского. Сейчас, вы знаете, там есть Центр высоких медицинских технологий. В общем, это серьезное подспорье. И помимо чисто хирургических вопросов, образовательные программы и вопросы обучения молодых специалистов, да и не только молодых, но уже и опытных, уже сложившихся хирургов, имеют огромный вид. Ну, я уже упомянул, что все, так сказать, ну, авангардные такие новые, привлекающие внимание хирургов шаги, я бы сказал, преобладающие, преобладающий вес имеет компания Карл Шторц. Сейчас эти традиции, инновации и те новые возможности, вот я упомянул, и создание новых бережных, сверхтонких инструментов и конструкций для повторного возможного использования однопортового доступа. Он все-таки, хоть и скромное место, но все-таки нашел в абдоминальной хирургии. Сейчас новые возможности, связанные с регистрацией и оценкой жизнеспособности тканей, ну, к примеру, сказать, петель кишечника при наложении анастомозов, оценке кровотока в анастомозируемых органах. Так представляется весьма перспективной, весьма перспективной эта технология. Думаю, что есть большой смысл развивать эту технологию в перспективе. Надо найти только, ну, такое конкретное место, где это будет иметь особый смысл. Зимея в целом очень такое позитивное и очень, ну, я бы сказал, ну, может быть, не родственное, но очень такое серьезное расположение и к продукции компании, и к сотрудникам компании, и к стилю их работы. У меня есть пожелание, чтобы вот этот темп, эта свежесть, это новаторство, оно сохранялось. И та щедрость в информации, во внедрении новых технологий, в привлечении широких, широких слоев хирургов и Москвы, и вообще России, чтобы она не иссякала. И я думаю, что наши контакты будут развиваться и в дальнейшем. Вот это мое главное пожелание.